Огромный привет друзья! Вы на канале Узайца, канал где я выкладываю обзоры игровых программ аниматоров, рассказываю лайфхаки, обучаю на своих примерах новых аниматоров и подаю идеи для опытных. В этом видео я расскажу почему стоит работать трем людям на одном празднике, не больше и не меньше. На экране у нас день рождения с двумя, я бы сказал, классическими героями-пауками. Преимущество работы командой это эффектное появление героев с мини-сценкой, с интригующим диалогом, ну и конечно с разделением на обязанности добра и зла. Как правило один герой берет на себя нелепые диалоги и такие же движения, а второй герой подает пример и показывает мудрость и толк в супергеройстве. Каскадерские сцены с драками от супергероев не редкость. Работая командой вы удивляете не только детей. Родители с вами заселфятся по полной программе и вы станете мини-звездами в своем регионе. Еще мы получаем из преимуществ мини-игры, которые становятся намного ярче, игры с реквизитом, которые не требуют дополнительной помощи от родительского состава. Понимание героев с полуслова дает преимущество делать очень крутые игровые подводки для перехода от одной игры к другой. Реквизит обыграется довольно-таки динамично. Когда есть два героя, один из них становится по-настоящему другом, любимчиком для детей. Вы спросите, а где третий? Третий – это диджей. На праздники с двумя аниматорами приезжает третий, отвечающий за фоновые заставки человек. Если добавить еще пару человек на праздник, то это уже будет цыганский табор, что уже смахивает на шоу-программу. Шучу, именно построение диалогов в простой форме и импровизация подходят в большем случае на двух аниматоров. Вспомните программу «Импровизация» на знаменитом телеканале. Там почти всегда в диалогах участвуют два человека. В данном обзоре игр нашими супергероями проводилось не так уж и много. Динамика и подача сказалось на стиле проведения. Не было тухлости и тишины. Диалоги были без сценария, только с одной единственной стратегией. Это схема для проведения праздника, о которой я рассказываю на своем платном курсе. За подробностями платного курса можно узнать, написав мне в инстаграм. Есть несколько видов проведения праздников. Это красивые ростовые куклы, в которых не динамики, но чертовски красивые фотки на выхлопе. Это самое лучшее, что может быть. И второй вариант – это динамичные перформансы, то, как вы видели это видео. Я, скорее всего, за 90% наших праздников – динамичных. А еще есть промежуточные праздники. Они как уроки в школе. Были, есть и будут. Но об этих праздниках я поговорю в следующих видео. Если у вас остались вопросы, спрашивайте меня в комментариях. Вас не сильно много у меня, так что прочесть и ответить на ваш комментарий я буду только за. Веселых вам праздников! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok